Здравствуйте! Алматинский истории продолжается. Наконец, я добрался до самого красивого особняка в нашем городе, который был построен больше ста лет назад. Этот дом мне дорог еще тем, что в нем с 1946 по 1954 год жил мой дед, и в этом доме была свадьба моих родителей. Об истории этого уникального с точки зрения архитектуры здания сегодня наша алматинская история. Наиль Шайфметов и в самом деле очень долго откладывал съемки именно этой алматинской истории. Истории, которая рождалась и развивалась здесь, в этом красивом резном доме. Удивительная архитектура деревянного зодчества. Здание значимое и ценное. Оно уже давно вписано в историческую летопись города и страны. Стоит этот дом на перекрестке улиц Назарбаева и Курмангазы. А почему Наиль откладывал эту историю? Одна из причин, скорее всего, фамильная скромность. Качество, которое, кстати, было присуще поколению первых десятилетий прошлого столетия. И еще, наверное, потому что для каждой истории есть свое время. Этот красивый дом, который находится на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Курмангазы, был построен в начале 20 века. Автор проекта неизвестен, но по мнению некоторых исследователей это Павел Гурде. Дом построен в стиле таком классическом, с элементами модерна, который был очень популярным в те годы. Это такой растительный орнамент, который, кстати, виден на фасаде, под башенкой, на атике этого здания и внутри дома. Вот мы, когда туда зайдем, там будет видно, что потолок очень красивый, богато украшенный орнаментом. Здание это и его двор долгое время было скрыто закованными железными оградами. Заграждение убрали, и сегодня мы словно впервые видим красоту матинских старинных домов и дворов. Если открывается внешний вид, то за этим обычно следует и раскрытие внутреннего содержания. В этом доме в разные годы, после революции, здесь находился детский сад, филиал городской больницы. Кстати, что интересно, в этом доме находился первый рентген-кабинет в городе Алматы. Также здесь находились жилые квартиры. Здесь жил Николай Тимофеев, руководитель института истории партии. Был тогда это конец 20-х, начало 30-х годов. Но вот здесь точно жил Николай Скворцов, первый секретарь Компартии Казахстана с 1938 по 1945 год. Некоторое время тут жил Барков, а потом уже с 1946 года, с апреля, был назначен Жомбай Шахметов, который прожил здесь со своей семьей до 1954 года. Ринат, ну по сути дом стоял в свое время на окраине города. Ну да, практически так. Если посмотреть, то последней улице была именно улица Артиллерийская. То есть Курмангазы до 1957 года называлась Артиллерийской. И здесь уже был край города, здесь вот стоял вот этот дом, выше был уже головной рык. И вот это все были сады. И вот эта территория вот этого дома, она простиралась туда дальше, до практически головного рыка. Твоего папу, помню, молодой. Их было два брата. И, по-моему, у них была сестра. Вот они всегда проходили мимо нас. Потом там же жили до Улбаевы. Целая куча детей, значит, тоже идут мимо нас. И вот я так всегда смотрела, думаю, интересно, откуда они идут, эти люди, я не пойму. Думаю, таких много. А мы воды брали с колонки. Я пошла вверх. Иду, иду, значит, шла, шла, и поток наткнулась на этот дом, где вот жили твои родители, твои деды и деды. Красивый такой дом. Думаю, какой красивый. Я остановилась. Остановилась, а там стоит охрана. Что, говорит, вам надо, девушка? Я с ведром. Я говорю, да вот я иду за водой, я говорю, на головной рык. Мы тогда ходили в головном рыке на бае, брали воду с ведром и таскали оттуда. Вот. Ну, проходите, идите, идите, говорит, идите на меня, значит, ну, не останавливать. А мне так интересно было. Такие домишки, домишки. И вдруг такой красивый дом стоит. Он такой был тоже с голубыми такими каюмок и мамой. Какой-то такой оригинальный. Ну, мне потом объяснили, что это какого-то купца был дом. Я не знаю, что. А сейчас, говорит, здесь живут члены правительства. В частности, здесь, говорит, живет семья Шаяхметовых. Вот. И, значит, Даулбаевых. Сегодня в этой алматинской истории много чего произойдет впервые. Впервые большая дружная семья Шаяхметовых, внуки и правнуки Жумабая Шаяхметова, который занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана с 1946 по 1954 год, посетят этот дом. Именно здесь прошли самые продуктивные годы жизни Жумабая Шаяхметова. Именно в этом доме взрослели его дети, здесь состоялась свадьба старшего сына, родился первый внук. И сегодня впервые будут показаны уникальные кадры хроники того непростого, но в то же время очень интенсивного периода жизни и развития нашей страны. И еще, сегодня впервые у нас есть возможность внимательно разглядеть каждую деталь этого уникального дома, прогуляться по территории бывшего двора-сада, услышать истории и факты, которые раньше публично никто не раскрывал. Да, в этом доме, я говорил, очень много было гостей, дом был всегда открыт, приезжали со всего Казахстана, с областей очень много было, постоянно тут был такой движняк в этом доме. Кстати, в этом доме был маршал Буденный, он приезжал в 1948 году, и даже сохранились фотографии, где Жумабая Шаяхметов, члены правительства, дарят скакуна маршалу Буденному. Он сыграл очень большую роль в развитии животноводства, особенно коневодства. И у нас выращивались элитные скакуны в Казахстане. Так как Буденный был заместителем министра сельского хозяйства СССР по коневодству, то вот он как раз и тоже большой вклад как специалист внес в это дело. А с нашей стороны большой вклад внес председатель Верховного Совета Казахской ССР Керимбаев. Как раз вот в времена деда он был председателем Верховного Совета. У него даже была книга, он написал по коневодству, и предисловие к этой книге написал Буденный. То есть все было поставлено на такую научную основу. Шая Ахметов заложил основой, я без того могу сказать, что современной, современного цивилизованного казахстана. Я часто, проезжая мимо дома, где он жил, на углу Назарбаева, по магазинам, все, кто со мной, я с гордостью говорю, вот здесь Шая Ахметов заложил. Передовые идеи приносят свои результаты только тогда, когда ими обладевают широкие угрозы народа. Вот почему, решая величественную задачу подъема нашего социалистического сельского хозяйства, на основе самой передовой агродиологической науки мы должны не только сами обладеть, но и вооружить знаниями этой науки широкие массы. Шума Байши Ахметов Шума Байши Ахметов относился к тому редкому типу людей, которому удавалось одинаково успешно организовывать свою личную и семейную жизнь, а также активную государственную деятельность. Аналитический ум умения планировать собранность, пунктуальность, высокая скорость мышления позволяли ему добиваться успехов на работе. Ну а дом и семья всегда были в надежных руках его супруги Маймур Галиевны. Всегда и всем интересно, как складываются взаимоотношения в семьях первых руководителей страны, какие книги они читали и читают, какую музыку предпочитают и предпочитали, каким принципам, гуманным и эстетичным, следовали и следовали. И неважно, история это или современность. Ляля, мы находимся в кухне, где бабушка любила проводить время. Ну кухня, самое такое теплое место. Ты знаешь, я благодарен тебе, что ты сумела сохранить, наверное, самое ценное, что оставила нам бабушка, помимо памяти, конечно же. Это ее работы уникально. Я считаю, что это просто стоит... Такое восхищение, вот такие полотна на самом деле. Как тебе удалось это все сохранить? Ну вот, сколько я себя помню, в нашем доме, то есть это, получается, передалось нашей маме. Мама очень любила тоже все копить. У нас стоял сундук, кстати, бабушки, в котором вот эти вот все вещи и сохранились. Картины у нас висели на стенах по комнатам. Я помню их, да. Да. Значит, вот бабушка вышивала эта вот серенада, охотник с медведем. Возвращение блудного сына и такой вот дачный пейзаж. Да, сюжетик. Да, сюжет. Мой папа сделал рамки и как бы вот у нас все время картины висели дома. Я помню. Да. Я помню. Хорошо. С детства помню, как они украшали вашу квартиру. Да, да. И готовясь к юбилею наших родителей из «Золотой свадьбы», я решила привести их в порядок. Я, значит, сняла их с рамок. И на одной из картин, вот, серенаде, были вышиты инициалы бабушки Майнур Галиевны и год, 51-й год. То есть вот этим картинам, можно сказать, это уже 67 лет. Еще наша бабушка, конечно же, была хозяйкой большого дома. Она хранила очаг. Естественно, накрывался стол. Всегда было тепло, уютно, вкусно. Мама говорит, всегда пахло у нас печеным. Еще бабушка у нас в те времена интерьер дома был, украшали, вернее, интерьер дома разными салфетками. И бабушка, да, наша бабушка, естественно, принимала в этом большое участие, потому что она хотела, чтобы дома было уютно, тепло, красиво. Значит, вышивались думочки, это такие подушки, которые были на диване. Вот, пожалуйста, одна из вещей, сюда вот вставлялись, вставлялась подушечка. И вот можно было сидеть на диване, о чем-то думать. То есть бабушка была рукодельница. Ля-ля, а вот какая история вот с этими картинами? Ты, говорят, доделала их, бабушка не успела, к сожалению. Да. Ну, в сундуке я нашла незаконченные работы бабушкины. Возможно, бабушка хотела сделать из них подушки. Ну, где-то, может быть, это была бы картина. Эта картина, вот, например, была закончена до половины. Я подобрала нитки. Кстати, нитки остались бабушкины. Бабушкины? Да. На этой картине, например, были только верхние цветы. Я нашла картину и набор картин для вышивания и журналы 38-го года. Все это сохранилось, естественно. Вот. Значит, я закончила низ, ну, внесла немножко свою лепту в виде рамочки. Жумабай и Майнуши Ахметовы поженились 7 ноября 1925 года в Петропавловске. У них было четверо детей. Равиль, Наэль, Алма, приемный сын Владимир и младший Таргин. Атмосфера в семье всегда была теплой, дружной и гармоничной. В этой комнате была свадьба наших родителей. Вот. И в этой комнате, за этим столом, здесь сидели и Кунаевы, и Тайбековы, Сужиковы. Досынов. Да, он Досыновы там. И Жангозины. Это очень такое памятное место для нашей семьи. Это вот свадьба была 7 ноября 1953 года. Кстати, эту свадьбу назначили на этот день, потому что 7 ноября 1925 года поженились Жумабай и Майнур. Получается, что в этот день двойная дата свадьбы родителей и свадьбы нашей бабушки и дедушки. Кроме того, 7 ноября родилась и Майнур. Вот она. Наша бабушка родилась в Петопавловске в 1907 году. А сейчас мы находимся, наверное, в самой главной комнате этого дома. Это гостиная. Вот здесь собиралась семья во время, вечером, когда Жумабай приезжал домой или по воскресеньям. И здесь, кстати, показывали кино. На той стене вывешивался экран. Здесь стоял диван, кресло. Кстати, вот у окна стоял стол и диван и два кресла, на котором как раз вот любили играть в шахматы наш папа со своим братом Нейлем Шахметовым. Вот в этой комнате как раз показывали кино. В то время были очень популярные фильмы о Тарзане. И вот папа вспоминал, говорит, бедные родители вынуждены были слушать наши вопли здесь. Это подражает Тарзану. Они тут кричали. Здесь показывали знаменитый фильм «Серенада солнечной долины». Это фильм, который повлиял и на моду, и на музыку, и на стиль вообще тех лет. И неудивительно, что дети Жумабая Шахметова выстраивали свои семейные отношения, исходя из высоких принципов романтики и любви. По крайней мере, две семейные истории об этом свидетельствуют очевидно. Итак, история первая. Единственная дочь Шахметова Алма влюбилась в своего будущего мужа Хамита здесь, в доме своего отца. Он был студентом и одновременно киномехаником. Именно он в доме первого секретаря показывал на складном экране фильмы, которые так любила вся семья. Вместе прожили душа в душу 55 лет. У них родилось трое детей. История вторая. Старший сын Жумабая Равиль, увидев однажды фильм Георгиса Акадзе, по мотивам романа «Великий Мауравий», влюбился в принцессу Тинатин. И в юности дал себе слово, что женится только на той девушке, которая будет похожа на принцессу, в роли которой снялась актриса Медея Джапарице. И что вы думаете? Так все и случилось. Будучи студентом горно-металлогического института, был на практике в Искемногорске. Они со своими друзьями, будущими инженерами ехали в автобусе. И там его друг увидел маму и толкнул папу в плечо, говорит, смотри, какая красивая девушка. Папа повернулся и обомлел. Он увидел Тинатин, нашу маму, которая была невероятно похожа на эту актрису Медею Джапарице. Кино, театр и спорт были главными развлечениями того времени. Актеров советского и зарубежного кино знали все. Такие фильмы, как «Селена дослоночной долины», «Девушка моей мечты», «Сестра его творецкого», они напрямую влияли на формирование вкусов того времени. В соответствии с ними формировались стили и направления в музыкальном мире, в спортивных трендах, ну и, конечно же, в моде. Селена дослоночной долины Здесь стоял очень большой стол, за которым собиралась вся семья. Стулья, шкафы, серванты, буфеты. Но эта вся мебель была собственностью государства. То есть это была казенная мебель, и у шахметов их не было практически. Даже вазы красивые, вазы китайские здесь украшали этот дом. Они были тоже государственные. То есть у шахметов были только семьи, были вещи, одежда и книги. Посмотрите на кадры этой хроники. Уникальные и эксклюзивные кадры. Это машины, которые можно было увидеть на улицах нашего города в прошлом столетии. Сегодня это уже раритет. М1 или иначе НК, Покарт и ЗИС-101, серебристый ЗИС-110, трофейный американский джип «Филис» и послевоенный автомобиль «Победа». Именно на этих авторах в разное время и в разных рангах перемещался по городу и стране Шумабай Шахметов. Но и они не принадлежали семье. Все они были во временном пользовании из правительственного гаража. Но вернемся к теме искусства. Шумабай и Майну Шахметовы очень любили ходить в театр. В то время был расцвет казахского искусства. И со многими его деятелями Шумабай поддерживал близкие и дружеские отношения. Вот так Юрий Померанцев вспоминает об особом отношении и заботе Шахметова к культуре и в частности строительству первого в стране театра юного зрителя. Я очень хорошо помню, как очень много раз на стройку Тюзе не один раз, а почти регулярно приезжал первый секретарь ЦК Казахстана Шея Ахметов. Как продвигалась эта стройка, как курировалась ЦК Казахстана, как это было все на моих глазах. И, очевидно, это было не зря, потому что, когда этот первый в Казахстане театр юного зрителя открылся, то это было такое радостное событие для всех детворы Алматы, приезжих из Казахстана. Это было большое культурное событие. Джумба Шахметов отличался тем, что он умел создавать атмосферу доброжелательную и рабочую, как на работе, так и дома. То есть это вот есть люди, у которых все получается и на работе, и дома. То есть у тебя дома прекрасная семья, прекрасная атмосфера, дети. И что интересно, вот в те годы вообще было отличительной чертой, что люди не были сосредоточены на материальном. Они были сосредоточены на каких-то внутренних ощущениях, на ценностях, на отношениях. Неважно было в чем-то одетым, никто не обращал внимания, какая мебель, потому что мебель была одинаковая у всех. Там обычно спрашивают, какой фильм ты смотрел, какую книгу ты прочитал. И вот что интересно спрашивают, почему, например, Нейля назвали Нуэль, что за странное имя. Ну потому что в те годы очень было популярно, допустим, Байрон. И поэтому Нейля назвали так в честь Джорджа Гордона, Нейль Байрона. То есть это, кстати, тебя тоже получилось так назвали в честь Байрона. Потому что дед очень любил его поэзию. И люди были очень искренни, открыты и доступны. Даже вот недавно такой случай рассказывали, что люди могли даже иногда зайти во двор. И дед был как бы доступен, и вот он со всеми общался напрямую. Мама рассказывала, что он часто любил убегать от охраны и появляться в магазинах. И под видом инкогнито или под видом часто лица там начинает доставать продавщицу. Где у вас бумага? Почему нет бумаги? Он говорит, ты, если ты в шляпе, ты что, можешь себе позволить там задавать любые вопросы? Он говорит, тогда был дефицит оберточной бумаги. И мама рассказывала, что мы с ним как-то... Я, говорит, вышел на улицу и как раз дед заехал. Он говорит, ты куда? Давай вместе, говорит, пойдем погуляем. И мы пошли, зашли в магазин, и дед стал, говорит, дайте мне, пожалуйста, полтилограмма конфет. Это конфеты назывались Дунькина радость. То есть это обыкновенные такие подушечки карамельные с начинкой, с повидлом. Она говорит, нет бумаги. А дед снял шляпу, говорит, а насыпайте, говорит, прямо это, в шляпу. Говорит, вот, жена будет рада, говорит. Она говорит, вы что, издеваетесь? А потом он на следующий день позвал министра торговли и говорит, почему нет бумаги оберточной? И она после чего не появилась. В некогда безлюдных степях центрального Казахстана, в горах Алтая и на берегах Гаспия выросли гиганты социалистической индустрии. По воле большевиков бесплодные, выжженные солнцем пустыни превращаются в цветущие оазисы. Чудесны плоды творческого труда новаторов-мичуринцев. Он был очень доступный, и он выходил часто в приемную, даже чтобы не было очереди. В общем, был такой доступный и дома, и на работе. По воскресеньям шагметов всех собирал. Летом и весной они играли в волейбол. Кстати, во дворе здесь была волейбольная площадка. А зимой все члены правительства выезжали кататься на лыжах. То есть такой лыжный кросс был. И вот даже сохранилась хроника, где можно было видеть всех известных людей, в том числе, и Димаша Кунаева, молодой. Формы спортивной тогда не было, поэтому были одеты кто во что. Кунаев еще в тулубе был, дед в галстуке, какой-то, не знаю, там, пофточки, там, Джон Гозин в летческой куртке. В общем, того, что гораздо. То есть даже спортивной одежды не было. А после того, как этот кросс завершался, всех угощали в таких корзинках алматинским опортом. Там было видно, насколько люди, лица такие очень доброжелательные, открытые. И вот такая атмосфера, она была вообще везде. Вот, впечатли на какой-то стране, там, в городе, в Алма-Ате, дома. Жумабая Шахметов был не только первым казахом, ставшим первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, руководителем государства. В 1950 году его избрали председателем Совета национальности Верховного Совета СССР. Это был первый представитель Центральной Азии на таком посту. А в 1967 году информацию о нем включили в британскую энциклопедию. И Мухаммед Кунаев писал в своих мемуарах. Под его руководством еще более высокими темпами стала развиваться экономика послевоенные годы. Сейчас мы находимся во дворе дома. Двор вообще был очень большой, тут был сад. Сад был фруктовый, здесь росли яблони, груши. Кстати, остались вот эти сосны до сих пор, да? Да, это сосны до того времени. Здесь находилась волейбольная площадка, и я говорил, что дед зимой любил кататься на лыжах, а летом они играли в волейбол. В его команде были старшие сыновья, кто-то из охраны. Кстати, папа говорит, что вот приходил даже в Оэзов, они играли в волейбол. Времен связующая нить, ничто не проходит бесследно. Вот уже растет пятое поколение потомков Шумабая и Майнук. Шахметовы успешно вырастили своих детей, а они, в свою очередь, своих. 11 внуков, 17 правнуков, 9 правнуков. Богатство, которому нет цены. В день съемок нашей программы пришли Шахметовы, проживающие в Алматы. Однако большая часть семьи разбросана по миру. Москва, Женева, Нью-Йорк, Калифорния, Сент-Луис, Торонто, Шанхай. Свою карьеру Шахметовы строят в самых различных сферах деятельности. Среди них есть ученые, доктора наук, академики, журналисты, дипломатические, банковские и финансовые работники, бизнесмены. Их всех объединяет доброжелательное отношение к людям и друг к другу, порядочность и добросовестное служение делу, которое они выбрали. Оказывается, как важно хранить семейные традиции и передавать из поколения в поколение добрую память и благодарность за то, что мы имеем сегодня. К сожалению, у нас нет такого понятия, как старый и новый город. Но, к счастью, у нас сохранились любимые улицы, дома, в которых жили и живут люди, которыми по праву гордится наш город. Алматинские истории продолжаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok